всем огромный привет рада приветствовать вас на официальном youtube-канале интернет-магазина rendezvous.ru меня зовут мария и сегодня мы с вами поговорим на интересную и можно сказать отчасти согревающую тему потому что поговорим с вами про ароматы с нотой кокоса а в зимнее холодное время ничто так не греет как воспоминания о лете о море о пляже поэтому я думаю что даже зимой эта тематика очень актуальна да понятно что чаще всего тематику кокоса чаще всего раскрывают именно в летнее время потому что это отпуск это море это пляж это как-то очень сочетаемо именно с таким периодом но зимой холодные зимние дни когда уже хочется вот этого свежего глотка этого теплого солнышка моря я допустим лично очень часто использую такие красивые пляжные в том числе кокосовые ароматы и сегодня я расскажу о подборке своих самых любимых ароматов на такую тематику о тех ароматах которые действительно являются композициями с доминирующей нотой кокоса это не просто но то заявлено в пирамиде а действительно аромат в котором на сто процентов этот компонент ощущается и конечно же название ароматов будут все в описании там будут ссылочки ввести на сайт rendezvous естественно и что кстати немаловажно на сайте практически на все ароматы представлен формат пробников я думаю что это очень удобно это классно что можно попробовать аромат разносить его и понять ваши это или нет поэтому я сама часто пользуюсь этой опции и также вам рекомендую и давайте приступим расскажу вам о своих фаворитах на кокосовую тематику и первый аромат которого мы начнем это моя недавняя новинка которая покорила меня с первого вдоха и это аромат от бренда консуар суд пацифик композиция называется коко фига то есть это у нас и кокос и инжир а я в принципе люблю и одну и другую ноту и здесь все так красиво обыграно здесь у нас действительно очень реалистичный кокос такими молочными аспектами и здесь присутствует инжир и инжир такой легкий зеленый в то же время периодически появляется сладость этого инжира возможно за счет ванили ваниль немного усиливает эту сладость также здесь присутствует нота пшеницы действительно есть ощущение какой-то злаковости в композиции но в основном для меня это конечно же красивый кокос во всех своих ипостасях в сочетании с красивым зелено сладким инжиром я думаю этот аромат будет до идеально на пляжную тематику именно к морю но и сейчас он звучит просто невероятно он не слишком сладкий он не слишком липкий он не душный он красивый он воздушный но он ощутим вы действительно его ощущаете и он как кокон обволакивает вас и действительно придает невероятно позитивного настроения поэтому обратите внимание действительно понятно что у бренда в основном композиции на такую гурманскую тематику я побаивала что здесь тоже будет очень все сладко и липко но не здесь очень красиво все воздушно и действительно классно поэтому обратите свое внимание на этот аромат я думаю он никого не оставит равнодушным следующий аромат с которым я думаю знакомы многие аромат это абсолютно не новый выпущен в девяносто первом году но на мой взгляд он до сих пор не утратил своей актуальности и сейчас он звучит очень красиво я долгое время в принципе мне в своей коллекции только пробнички от ливантики этого аромата думала нужно мне или нет но потом как-то разносив его с миниатюры я просто была шокирована тем насколько все-таки при учете того что аромат выпущен довольно давно он сейчас попадает в моду на парфюмерии можно сказать так и сейчас он звучит вполне актуально и вообще абсолютно не скажешь что аромат имеет уже такую историю а здесь у нас конечно же в духе пирамид того времени огромнейшая пирамида там присутствуют нас и различные фрукты и ананас и грейпфрут также здесь присутствует и персик и слива но все-таки со старта вы ощущаете ту самую нашу сегодня заявленную ноту в тематике кокоса и здесь интересно сочетается кокос он тоже красив он реалистичен но он уже звучит абсолютно иначе не так как в предыдущем аромате здесь он со старта с такими явно выраженными марселемами солоноватыми нотами а также немного сандала все это с фруктово-цитрусовым таким аспектом и композиция очень переливчатая она то более такая прохладная свежая морская промощение как будто вы находитесь на побережье море и вот вы ощущаете прям такой морской свежий воздух но в то же время откуда-то доносятся цитрусовые аспекты как будто вы пьете свежевыжатый апельсиновый сок или кто-то рядом с вами пьет его какие-то фруктовые такие аспекты как будто бы опять же где-то неподалеку стоит такая фруктовая корзина и все это интересно и за счет вот этой вот свежести акватики композиция не скатывается во что-то липкое плоское сладкое все постоянно играет различными гранями я считаю что это очень достойная композиция по приемлемой достаточно цене и звучащие очень даже современно и классно поэтому тоже советую обратить внимание если вдруг проходили мимо или может быть когда-то он у вас был и про него подзабыли рекомендую вспомнить и я уверена что он вас не разочарует следующий аромат нашей подборки это герлен линейка аква аллегории аромат называется как она от физ и аромат понятно на тему кокоса но он для меня тоже абсолютно отличается от двух предыдущих здесь у нас естественно доминирующая нота кокоса но кокос здесь немного в другом прочтении здесь он прям явно солоноватый ощущение прям я не скажу конечно что настолько соленого прям рассольного звучания нос здесь присутствует интересная солоноватость и для кого-то даже это ощущается такой свежей огуречностью но именно не рассольный а вот такой свежий то есть кокос соленый здесь также есть немного именно заявлено в принципе фруктовой воды и вот это есть ощущение как будто бы это действительно не компот а просто ягоды залиты водой может быть даже газированной водой из-за чего получается такой легкий немного сладковатый привкус но все-таки все вокруг вращается здесь такого солоноватого сандального кокоса и немного свежей огуречности мне даже здесь чудится немного арбуза потому что иногда в ароматах вот ощущение именно их свежей огуречности и арбуза они немного перекликаются и вот это действительно композиция тоже на такую вот свежую кокосовую тематику но это прям такая вот кокосовая вода я бы сказала то есть это не сам кокос не плод кокоса а вот такая свежая освежающая кокосовая водичка поэтому тоже вот он идеально в принципе как и в жару на пляж но и сейчас он тоже очень бодрит очень как-то знаете придает сил может быть пережить холодное время года я и дома люблю его очень наносить также наносить куда-то вне дома поэтому тоже обратите внимание он прям такой вот освежающий следующий аромат нашей подборки это композиция от мюглер под названием элен годес здесь у нас уже представлен не кокос а кокосовое молочко здесь также есть свежие фруктовые аспекты для меня особенности цитрусы это свежий бергамот но здесь композиция уже для меня более тяжеловесная потому что здесь присутствует у нас жасмин здесь у нас яркая ваниль здесь у нас присутствует гелиотроп и такой мягкости и может быть шероховатости придает нота кашмирана и аромат за счет этого становится более теплым но тем не менее в принципе могу сказать однозначно что композиция не имеет ничего общего с прародителем с классическим эленом хотя в принципе в базе но здесь тоже заявлен жасмин и все вокруг жасмина но наверное за счет кокосового молочка за счет бергамота композиция более легкая более воздушно может быть где-то в базе небольшой отголосок какой-то будет на классический аромат элен в общем то это тоже все красиво пляжно но здесь вот это кокосовое молочко дает даже небольшой отсыл именно уходовым пляжным продуктом это какое-то молочко для тела молочко после загара для загара в общем такая вот ассоциация но в то же время за счет яркой ванили аромат немного даже дает отсыл в легкую гурманику что позволяет конечно же носить этот аромат и в прохладное время года поэтому красиво если вы допустим хотите что-то от мюглер из линейки элен но вас пугает классический элен своим напором своим мощью то обратите внимание на эту композицию это абсолютно безобидный красивый женственный аромат который абсолютно не задушит который никак не напугает вас очень даже красиво ну и конечно же такой красивый золотой флакон и следующий аромат нашей подборки это представитель из линейки великой популярной лавиабель от бренда ланком и это у меня версия солей кристалл это была первая версия аромата лавиабель которая появилась моей коллекции мне она показалась самой легкой самой понятной самой приятной но по стечению времени могу сказать однозначно что здесь конечно есть есть настроение лавиабель классической здесь есть это сладость есть это тягучесть это пачули это яркие цветы но все-таки больше здесь все играет вокруг пляжных цветов то есть даже сам жасмин он уходит в такую более пляжную тематику я здесь чай и тиарей франджи пани кокосовое молочко сладкий кокос здесь нету солоноватости в кокосе здесь он такой очень сладкий обволакивающий тягучий можно сказать потому что здесь все таки сладость очень такая довольно яркая именно от классической лавиабель но все же за счет вот такой вот воздушной пляжности аромат конечно полегче но конечно днк бренда именно данной линейки лавиабель здесь считывается но вот именно с этой линейки началось мое такое более детальное знакомство с линейкой и полюбила я эту линейку именно с этого аромата поэтому тоже рекомендую обратить внимание если вы обходили стороной в принципе всю линейку лавиабель и побаивались ее я думаю этот аромат вас точно не напугает следующий аромат у нас от бренда the house of out и аромат называется keep glazed и вы наверно сейчас удивитесь скажите кокос это же аромат на тему манго да это аромат на тему манго все-таки главенствующая нота здесь манго но она в сочетании со сливочностью взбитыми сливками и кокосом кокос здесь во всех своих красивых ипостасиях это и молочность это небольшая суховатость как будто бы кокосовой стружки в общем здесь то очень ощутимо но могу сказать однозначно при этот аромат что его все воспринимают очень по-разному для кого-то это ярко яркая явная зелий и здесь даже присутствует в принципе в пирамиде лист клубники и возможно вот это вот зелень самого листа дает многим ощущение вот такой прям травянистой зелени в своем звучании самом кто-то даже здесь не слышит манго совершенно но это в принципе естественно всем аромат ощущаем по-разному но кокос вы здесь однозначно услышите это красивая фруктовая сочная композиция с классным таким оттенением именно в сторону кокоса и взбитых сливок очень ярко красиво шлейфово однозначно мой фаворит от бренда следующий аромат нас от бренда александр джей аромат называется зефир ут ваниль и всегда это название меня очень привлекало до того как я познакомилась с этим ароматом зефир ваниль но смущало название ут но когда я познакомилась с ароматом я поняла что крайне мере для меня здесь абсолютно нет ничего удового здесь действительно очень красивая ваниль но возможно ут здесь звучит именно в древесную тему здесь нету какого-то грязного восточного отталкивающего у да здесь больше ваниль кокос очень красивый молочный кокос смешанный с ванилью и все это на такой мягкой нежной древесной подложке поэтому если вас название пугает слова ут то не бойтесь все таки вот здесь больше отвечает за такую красивую вычищенную древесину но понятно кокос здесь ощутимый он смешивается с нотой ванили за счет чего кокос получается очень сладкий молочный такой ванильно сливочный звучит красиво тоже очень шлейфовый красивый согревающий и для мой взгляд очень универсальный как и на тепло так и на холод будет звучать универсально и очень переливчато следующий аромат это терракота от бренда герлен и здесь именно кокос в своем таком классическом ярком пляжном исполнении но с красивыми белыми цветами здесь очень яркий громкий жасмин здесь яркий иланг здесь цветок апельсина здесь тиаре кокос ваниль и вот эта композиция именно представитель такой вот классической в своем прочтении пляжной тематики но довольно плотной я могу сказать однозначно что лично для меня именно в прохладу он не дарит ощущение вот этого тепла лета отдыха но именно летом мне его носить довольно сложно потому что в горячий период имя миду горячую такую жаркую погоду он очень сильно разогревается на моей коже и просто обжигает своей плотностью своей яркостью и соответственно в прохладу мне нравится даже больше потому что он также согревает но не обжигает не душит не давит так сильно своей цветочностью поэтому да для меня это в принципе вот такое классическое талонное прочтение цветочно кокосово тиарешного звучания как привычно привыкли все говорить про такие летние ароматы но все-таки для меня он более уместен даже в холодное время года следующий аромат мой любимчик от versace это crystal noir и это для меня эталонный аромат на тему такого солоноватого кокоса здесь понятно вот эту солоноватой сдает нота сандала многим конечно аромат немного рассолит и есть такой поэтому конечно перед покупкой желательно пробовать аромат как я и сказала благо на рандеву представлен большой ассортимент пробничков от ливантиков практически на все позиции поэтому это конечно очень удобно потому что для меня это красивый кокос солоноватый при этом с молочными аспектами он очень привлекательный для меня он очень женственный соблазнительный но для кого-то он уходит больше в рассольность поэтому конечно пробуйте тестируйте но для меня здесь красивый соленый кокос и последний аромат нашей подборки этапа карабан pure xs и это самая реалистичная нота попкорна в сочетании с кокосом это ощущение как будто бы вы кушаете попкорн с кокосовой одушкой можно сказать так может быть это даже какой-то солоноватый попкорн соленый попкорн но при этом палит сиропом кокосовым интересно конечно необычно для люкса потому что чаще всего с такой прямолинейной гурманской тематикой заигрывает у нас ниша люкс как-то более с опаской к этому подходит но здесь это настолько красиво обыграно понятно здесь не только о попкорне здесь у нас красиво звучат и фруктовые аспекты здесь персик здесь немного апельсинового цвета что придает плотности самому аромату здесь немного сандала который наверное в паре с кокосом именно придает такую солоноватость но звучит тоже красиво согревающий и как-то знаете аромат который прям греет душу как-то вызывает какие-то приятные воспоминания может быть каких-то походов кинотеатр с любимыми людьми в общем что то такое дарит прям позитивный заряд эмоций поэтому если вдруг не пробовали тоже обратите внимание такая у меня получилась позитивная подборка кокосовых ароматов пишите в комментариях как вообще относитесь к ноте кокоса что у вас фаворитах из того что я рассказала либо вас есть какие-то свои фавориты на эту тематику будет это очень интересно и конечно же подписывайтесь на канал rendezvous.ru также подписывайтесь на мой канал ссылка будет в описании и до новых встреч